Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Валя и на этом канале я вам рассказываю про свое рукоделие. Сегодня будет видео из разряда испытания времени. Я вам расскажу про свои вязаные вещи, которые уже носились больше года. И я вам расскажу, что же с ними стало. Здесь будут изделия из турецкой пряжи, из российской пряжи. Также это будут изделия из бобинки. И еще я вам расскажу про те вещи, которые я не ношу, почему я их не ношу и те вещи, от которых я буду избавляться в ближайшее время. Мне кажется, это будет очень интересное видео, поэтому оставайтесь. И давайте начнем с самой популярной пряжи, которая есть среди вязальщиц. Самая популярная. Она хорошая и по толщине, и по длине. И у нее очень большая цветовая палитра. Это Alize Lana Gold. Вот такая вот пряжа и джемпер у меня из нее. Связан этот джемпер примерно год назад. Я вам буду вставлять фотографии, да, как смотрятся вещи на мне. Так что смотрите. Связана кофта примерно год назад. Связана она по мастер-классу. Ссылочку на мастер-класс я оставлю внизу. Что могу сказать по пряже? Пряже. Все с ней отлично. Она не села, не растянулась, никак не деформировалась. Стирала я ее в машинке на режиме шерсти. И в принципе все отлично. Конечно, в некоторых местах, например, на рукавах, есть такие катышки небольшие. Но они совсем небольшие. Их можно убрать руками. Вообще метраж отличный у пряжи. У нее палитра цветовая большая. Но какой минус? Во-первых, это модель. Я этот джемпер ношу. Ношу я его. Но не сказать, что модель очень хорошо, очень комфортно садится. Потому что я ее, когда вязала, я еще не могла совсем очень хорошо делать посадку. И совсем не очень понимала то, как изделие должно садиться по фигуре. Я связала полностью по мастер-классу. И мастер-класс был, честно говоря, мне кажется, не очень удачный. В плане того, что тут выкройка прямая. То есть это два квадрата. И из них вывязывались, к ним пришивались рукава. Так вот. Ширины вот этой проймы, она находится как-то неправильно. То есть она и не... Мне кажется, она должна быть либо убрана сюда и сделаны пройма, да? Либо должно быть спущенное плечо. А она, получается, ни то, ни сё. Из-за этого немножко некомфортно носить. Но смотрится нормально. И еще какой минус пряжи? Для меня она на ощупь, конечно, синтетическая. То есть это полушерсть, да, вы знаете. Но мне на ощупь она кажется какой-то акриловой. И на теле ощущается не совсем комфортно. Поэтому я ее всегда ношу на какую-то футболку, чтобы руки были тоже закрыты. И эта пряжа меня не греет. То есть я ее носила в такой период, когда еще было тепло. Да, или, например, если идти на улицу и надо поднести толстый какой-то свитер, то я ее никогда не одеваю, потому что меня эта пряжа не греет. Но в целом пряжа неплохая. Ничего не могу про нее сказать. Плохого достойная пряжа. Причем она по цене, я даже не знаю, сколько она по цене стоит. Но на тот момент она была достаточно бюджетная. Вот, расскажу. Поэтому этот джемпер пока остается со мной. Его я отдавать никому не буду. Возможно, еще поношу. Следующая вещь. Это вот такой неоновый яркий джемпер. Связан он из пряжи Ангора Рам. Вот с этого джемпера начиналась моя новая вязальная жизнь, если можно так сказать. Потому что я не вязала очень большой период, лет 5 я не вязала. И у меня оставалось много пряжи. Я раньше покупала пряжу через закупки, покупала прям упаковками. А у меня осталось очень много пряжи с того времени. И потом, когда я вернулась к вязанию, я решила, что мне нужен джемпер. Вот из этой пряжи. Потому что пряжа лежит. И я связала обычный реглан. Давайте сначала расскажу по пряже. Для меня пряжа очень колючая. Ну, прям невероятно колючая пряжа. И после носки, вот смотрите, что с ней стало. Я думаю, что камера должна приблизить. Она вся скаталась. И закаталась она прям очень некрасиво. У нее такой вид прям очень, ну, при близком рассмотрении, очень некрасивая она. Она вначале была такая хорошая, ну, внешне. А потом вообще просто, ну, вы сами видите, в каком состоянии сейчас джемпер. Ну, из пряжи. Плюс еще этой пряжи в том, что цветовая палитра, я знаю, что у них тоже неплохая. И расцветка не полиняла нисколько. Она, он не деформировался, не растянулся. Ну, то есть, тоже стирала в машинке. Все с ним отлично в этом плане. Но ужасно колючий. И от этого джем... А, еще плюс, кстати, этого джемпера в том, что он реально теплый. Вот если выбирать между вот этим джемпером или вот этим. Вот если мне надо сейчас под низ что-то пододеть, например, под куртку теплые, то я выбираю вот этот джемпер, потому что он реально теплее. И он тоненький. И расход на вот этот джемпер был меньше, чем 3 мотка. То есть, грамм 250, наверное, в одну нитку. Но расход шикарный. На данный момент этот свитер я буду отдавать. Отдавать буду, потому что, во-первых, он потерял свой внешний вид. И никуда, кроме как гулять собака, я в нем сейчас не хожу. Во-вторых, этот джемпер я вязала после того, как... После длительного перерыва, да, я решила сразу вязать реглан сверху. И вязала я его вообще без ростка. Это было 2 года назад. Вот здесь, посмотрите, какие у меня дырения. И так как он без ростка, у меня прям вот эта вот часть, она, получается, прям давит на горло. А так как она колючая, то это вообще просто жесть какая-то. Вот здесь очень колит. И поэтому я решила его... Но выкидывать мне, конечно, его жалко. Я его отвезу племяннице мужа. Она, ну, подросток девочка, поэтому, может быть, ей куда-то и понадобится, ну, просто так потаскать. Если нет, не понадобится, то пусть выкидывает. Ничего в этом страшного нет. Следующая пряжа, которую я вам хочу, про которую хочу рассказать, это будет Газал Бэби Вул. Газал Бэби Вул XL. Значит, вот у меня есть такие штанишки на ребенка. Это попа, а это перед. Эти штаны мы носили в прошлом году. И носили их просто каждый день под у нас комбинезон мембранный. И, значит, под него нужно какую-то поддеву. А так как мы надевали кольцончики такие с шерстью, ну, тоже с шерстью, но вот иногда, например, куда-то придешь, ну, некрасиво, когда снимешь кольцончики. И все-таки мне казалось, что они не такие теплые, как шерсть. И я вот, у меня были какие-то разные моточки, и я связала такие штанишки. По пряже, значит, пряжа не, они не деформировались, то есть они так же не вытянулись, ничего с ними не стало. Стирала их в машинке, но они закатались. Пряжа потеряла свой внешний вид. Ну, я понимаю, что это постоянно под комбинезоном, это постоянно трение ежедневно. Поэтому вот так выглядит пряжа поближе на данный момент. И цвет желтый, вот этот вот некрасивый какой-то. Ну, в общем, пряжа потеряла свой внешний вид, поэтому вот эту пряжу, если бы я сейчас что-то еще из нее вязала, то я вязала бы какое-то изделие, которое будет носиться не под верхнюю одежду. Причем здесь у меня есть и газал BabyWool XL, и обычный газал. Разница в чем? Толстенький газал, он оказался мне на ощупь более толстым и более, ну, он, соответственно, да, более толстый и он более жесткий. А который тоненький газал, он очень мягкий и шелковистый, в отличие от толстенького. Но в целом пряжа неплохая. У меня даже есть еще моточки, куплены лежат в заначке, поэтому я хочу еще что-то из нее связать. И пряжа, в принципе, неплохая. Она, ну, достаточно бюджетная, но подскаталась. И, ну, я, конечно, понимаю, что они выглядят не очень, потому что я их реально стирала, и это ребенок. Мы могли приехать в гости, например, к бабушке, у нее холодный пол, и он у меня по полу ползал в этих штанах, поэтому, вот. Следующие штанишки эти я пока оставлю. У меня есть пряжа еще вот такая вот. Я хотела, конечно, их довязать вниз, но они потеряли свой внешний вид, и я вязать их не хочу. Эти штанишки я оставлю и увезу племяннику. У меня растет племянник, и ему как раз все вещи от ребенка я передаю ему, отдаю им, пусть носит. Так, давайте расскажу еще про тоже такую более-менее бюджетную пряжу. Это будет пихорка мериносовая. Из нее у меня есть вот такой джемпер. Пряжа вот эта вот, вот в этом джемпере я решила попробовать вот эту пряжу, дать ей второй шанс и посмотреть, как она будет себя вести. Потому что из нее у меня связана была вот такая шапочка ребенку, и за два года ношения, да, она выглядит вот так вот. И мне кажется, что, в принципе, неплохо за два года она выглядит. Она, конечно, уже такая подзакаталась, и внешний вид тоже пряжи постепенно, постепенно уже ухудшается. Но вот изнанка так выглядит вообще отлично. Тут, видимо, узор другой, а не лицевая гладь. Изнанка выглядит лучше. И, в общем, вот эта пряжа мне понравилась, и я решила ей дать еще шанс и связать джемпер. Джемпер я носила. И что могу сказать про пряжу? К пряже также нареканий в плане деформации нет. Отлично стирается в машинке на режиме шерсть, не деформируется, не вытягивается никаким образом. Для меня она немножко, конечно, колючая. Но мне колется все практически, поэтому я уже привыкла к этому ощущению постоянной колкости. Но его я тоже ношу на маечку или на футболку, потому что ощущения такие же, как у Лана Голд. То есть, мне кажется, что в нем она на ощупь приятнее, чем Лана Голд. Но все равно для меня она на ощупь какая-то акриловая. И она меня также не греет. Вот эта пряжа не греет. Но в целом, ну вот как бы так, да, такое изделие связать какое-то, ну на повседневную носку, когда не очень холодно, то почему бы и нет. Она, кстати, не сильно так закаталась. По, ну вот здесь, да, по боковым частям есть такие вот катышки, которые можно убрать. Но в целом, наверное, это изделие, ну может быть, года на два не больше. Потому что потом, мне кажется, она все равно потеряет со временем свой внешний вид. Но Яна довольна им и ношу. То есть, ничего плохого сказать не могу про эту пряжу. Вот. Еще из... Давайте покажу. Еще у меня есть вот такой снуд. Это пряжа Кроха. Я только не знаю, от какого производителя. В общем, вот эту пряжу не рекомендую. Она закатывается. Она такая прям очень, очень скрипучая, очень неприятная. И даже она чуть-чуть колется. Ну, это у ребенка снут. Ну, в общем, не знаю. Эту пряжу я вам не рекомендую. Потому что, на ощупь, она прям очень неприятная. Теперь давайте расскажу еще вам про это изделие. Я, кстати, нигде не показывала, наверное, в своих видео. Это вот такой кардиган. Большой. Его я вязала, чтобы носить в офис. Ну, потому что бывает, когда... Когда еще, уже на улице уже холодно, отопление еще не включили, то на самом деле очень холодно. И я вязала себе именно вот такой кардиган. Я вязала его по фотографии. Вы, наверное, видели, есть такая фотография, по-моему, в голубом цвете. И вязала я этот кардиган просто по картинке из пряжи Ализе Кашмира. И что могу сказать про пряжу? Вязала я в две нити на большом номере спиц. Мне кажется, на шестерке, скорее всего. И пряжа, конечно, он подвытянулся. Но я предполагаю, подвытянулся он из-за того, что пряжа тяжелая. То есть тут почти килограмм, и на толстых спицах рыхлое полотно, оно под своей тяжестью вытягивается. И этот кардиган я носила просто в офисе, накинув на себя. И он какой-то тоже стал не особо красивый, если честно. У него очень много катышек вот такого плана. И, ну, как-то не знаю. Она к телу, конечно, этот кардиган греет, но по ощущениям в целом неплохо. Я бы сказала, но я бы, наверное, эту пряжу больше не купила бы. То есть если бы, например... Я бы еще, кстати, не купила Лана Голд, наверное, больше себе, для себя именно изделие. И вот кашмиру бы я, наверное, не купила. А вот пихорку мериносовую я бы, наверное, купила еще. А эту пряжу, ну, я не знаю. У меня какие-то двоякие впечатления по ней. Вроде бы неплохо, но как-то не так. Все равно вот оно, все полотно покрыто катышками. Причем носилось оно только в помещении. Мне кажется, что вместо этой пряжи проще купить какой-нибудь бобинный меринос. Будет намного приятнее пряжа. Потому что все равно, хоть это 100% шерсть, по-моему, да, но на ощупь она какая-то все равно, по мне, так она все равно напоминает какой-то акрил. Вот. Поэтому этот кардиган у меня отправляется сейчас. Я отвезу его к маме, мужу. Мы туда ездим в гости, и там дом. Поэтому там бывает прохладно. И я отвезу его туда, чтобы там накидывать, когда будет холодно. Потому что много теплых вещей с собой я не ношу. А если у меня будет там такой кардиганчик, то можно будет накинуть и походить дома. Поэтому он отправляется туда. И давайте еще последнее изделие из такой турецкой, да, получается, пряжи. Турецко-российской. Это вот такой у меня есть, мне кажется, это даже лонгслив. Это пряжа. Я вам подпишу. Картопу. А как называется? Я не помню. Я вам подпишу. Здесь вискоза, а внутри полиамидный шнурок. И я вам скажу, что вот эта пряжа намного приятнее, чем и хорка мериносовая, и вот любая полушерсть. Она намного приятнее, реально. Она к телу очень классная, и она греет. Она настолько приятно обволакивает тело. И в целом пряжа-то неплохая. То есть она даже не сказать, чтобы скаталась, но немножко пилинг, конечно, есть у нее. Такой появляется легкий пушочек на нем. Но в целом я им довольна, потому что он мягкий, он приятный. Это очень приятная пряжа. И вискоза натуральный материал, и она реально греет. Я ее люблю. Вот я ее люблю, и я этот джемпер ношу. Поэтому пряжу рекомендую. У меня даже есть в запасе еще упаковочка. И я хочу все из нее связать, такой свитерочек с горлом. Ну, потому что она меня греет, и она мне не колет. Поэтому вот эту пряжу я рекомендую. И оставляю себе этот джемпер. Так, теперь давайте по бобинной пряже. Из бобинной пряжи у меня был связан кардиган. Поэтому у кардигана у меня есть мастер-класс. Да, кстати, вот по вот этому джемперу есть тоже мастер-класс на канале. Если вы заинтересовались, я вам внизу оставлю ссылочку. И даже по интерсе отдельно есть тоже мастер-класс. В общем, по этому кардигану есть отдельный тоже мастер-класс. Можете пройти посмотреть. Как называется эта пряжа, я не помню. Простите меня, пожалуйста, но это бобинная альпака. Причем альпаки там 50%. Она шнурок. Такой толстый шнурок. В общем, и вот этот вот кардиган у меня связан в две нити. И носила я его очень часто. Ну, прям очень часто я его носила. И с ним ничего абсолютно не делается. Единственное, ну, бывают какие-то, вот знаете, такие вот прям толстые катышки, но они убираются просто моментально. И вот этот кардиган я очень люблю, очень ношу. Он, конечно, покалывает, но он такой все равно мягонький и очень приятный. Вот. Он, конечно, после стирки, я его стираю в машинке на режиме шерсть. Я его потом выкладываю. Он после стирки немножко так подсобирается. И потом, когда после одной-двух носок, он у меня вытягивается. Но это мне нравится, потому что он становится ниже колена, почти вот посередину икры. Ну, круто. Он такой прям свободный, расслабляющий, ни к чему не обязывающий и ко всему подходит. Поэтому эту вещь я оставляю себе и буду ее еще носить. Вот. И из этой же пряжи у меня оставался небольшой остаточек, 200 с чем-то грамм, я уже не помню. Я связала себе джемпер, вязала я его в феврале. И этот джемпер я одела, может быть, раз или два. Здесь обычный, ну, как бы, реглан сверху. И я здесь переходила на английскую резинку. И рукавчики тут фонариком. И он, видите, получается спереди укороченный, сзади немножко удлиненный. И вот этот джемпер, он мягкий, как бы. То есть, вот смотрите, это получается в одну нитку изделия, да. А это вот в две нитки изделия. И даже вот то, что он в одну нитку, да, он невероятно приятный. Он прям такой пластичный, классный. Пряжа очень хорошая. Я постараюсь поискать, как называется эта пряжа, и оставлю вам внизу. И вот с этим джемпером я буду прощаться. И расскажу, почему. А он укороченный. То есть, он примерно мне заканчивается чуть ниже пупка. И мне не очень комфортно в нем. То есть, я не могу, в принципе, в повседневной... Ну, он может быть для каких-то, да, таких образов. С высокой талией, с джинсами. Но я в повседневной жизни, мне надо что-то подлиннее. Поэтому я его так и не ношу. Практически не носила. И я хочу его подарить на Новый год. Крестнице мужа. Она такая девочка невысокого роста, школьница, одиннадцатиклассница. И ей он будет немножко подлиннее. Я думаю, что он ей как бы подойдет. И хочу вот его на Новый год подарить. Потому что он просто лежит. И вязаные вещи занимают отдельную полку у меня. И, ну, это реально много. Много места занимает. И хочу вам показать своего любимца. Ну, по нему тоже есть мастер-класс. И по горловине мастер-класс. Связан он из пряжи бобиной. Здесь название я тоже подпишу внизу. У него 70% мереносовая шесть и 30% кашемир. Он классный. Он приятный. Но. И, кстати, по... Можете посмотреть. Я его ношу целый год. И ношу очень часто. Я его носила. И с ним практически ничего не стало. С каждой стиркой выходит еще все больше и больше пушка. Исходит цвет. И в бобине он был такой прям насыщенный. А сейчас он такой, знаете, уже становится нежненький. Вот. И у него он спилинговался только почему-то сзади у меня. Я вам сейчас покажу. Вот такие катышки. Не стала специально убирать. Это с внутренней стороны. Но эти катышки убираются, в принципе, неплохо. Поэтому ничего страшного. Что я с ним сделала? Он у меня изначально был оверсайз. Я вам вставлю фотографию до. И поищу. Фотографии не было где-то после. Потому что я его постирала в машинке на 40 градусах. И он у меня сел. Представляете? Это была такая жесть. И я потом думаю, что с ним сделать. Я его поставила на полоскание на холодное. В машинку. И когда он у меня мокрый был, я его сушила прям на сушилке. И вытягивала постоянно. Подходила. То есть я его вытягивала в ширину, пока он был мокрый. В длину вытягивала. И вроде бы он стал пошире, что его уже можно носить. Все хорошо. Единственный минус. Вот это вот место. Оно тоже село. И оно мне прям вот тут немножко стягивает руку. Но это даже... Это, конечно, смотрится. То есть я его куда-то там на выход сильно не ношу. Но вот так на повседневку вполне... Вообще он классный. Но на самом деле очень приятный и очень теплый. Поэтому я его люблю. И то, что я его смогла немножко растянуть, это тоже плюс. Вот. Это все вещи, про которые я хотела вам рассказать. И которые достойны вашего внимания. И еще я вам... У меня осталась стопочка шапочек. Такая стопочка шапочек. И я вам сейчас тоже расскажу вкрасно, что с ними стало. Первый комплект у меня связан из каштилка. Это шапочка. Такая, да, как бы чулок, да. И снуд к нему. Многие жалуются на каштилк, что пряжа в зацепках вытягивается. Да, вот у меня есть пара зацепок. Вот я вам сейчас покажу. Я его постирала недавно. Вот такие вот ниточки. Но они убираются очень быстро вовнутрь. Поэтому ничего страшного. И причем эту шапку я ношу вообще постоянно. И я до сих пор не могу снять. Я вот сегодня гуляла с собакой. Я гуляла в ней. Потому что она такая тепленькая. И, ну, конечно, на холода не подойдет. Но вот когда такая теплая погода, теплая зима, без ветра, то вообще классный вариант. И к ней снуд, и с ними ничего не сделалось. Я постирала, кстати, в машинке на режиме шерсть. И как бы все нормально с ним. Этот комплект я прям люблю. И пряжа реально классная. И я ношу как бы часто. И ничего с ней не сделалось. Поэтому вот. Следующая шапочка у меня из Дропс. Дропс. Какая же пряжа это? Дропс. Силк. Какой это Дропс Силк? Ну, типа Махера. А, Дропс Браш Тальпака Силк. Вот. Вспомнила. Пряжа неплохая. Но эта шапочка... Она такая широкая получилась. Поэтому я ее надеваю. Только когда у меня такая прическа на голове. Или объем. Или куда-то быстренько, куда-то до гостей. То я надеваю вот эту шапочку. Потому что она тепленькая. Но вот если куда-то на дальнее расстояние ходить. Она продувается. И уши поддувает. А так, если на машине куда-то доехать, то вполне. И пряжа. Посмотрите. Она выглядит нормально. Ее бы еще причесать. После зимней. Потому что у меня все шапки лежат в шкафу. Утрамбованы. Я их не жалею. Поэтому вот. Эту пряжу в принципе рекомендую. Но она колючка. Она колючая. Мне колет лоб. Так. Теперь буду ругать пряжу. У меня в том году связалась вот такая шапочка. Это Siam Soft Star Melange пряжа. И она, короче, вот посмотрите поближе. Она вся закаталась. И закаталась так вообще не очень красиво. Я ее уже чистила не один раз. И шапка классная, теплая. Она у меня внутри с флисовым подкладом. Но вот эти катышки вообще меня прям напрягают. Мне кажется, что она выглядит как-то затасканно уже. Поэтому пряжу вот эту не рекомендую. И далее у меня идут две шапочки. Одна моя. Здесь двойная. Здесь вот эта вот та же пряжа, что и в джемпере. Да, мерино с кашемиром. С ней ничего не стало. А с другой стороны у меня Drops Baby Merina тоненькая. И вот она тоже теряет постепенно свой внешний вид. То есть она становится такой, вид у нее затасканный. Хотя шапку эту носила я конец той зимы. И получается вот сейчас я ее только начала носить. И уже вот такое полотно становится. Я вам вставлю видео. Полотно становится такое, знаете, затасканное. Как будто уже старое. Поэтому я не знаю. У меня как бы нет восторга от этой пряжи. И я думаю, что я ее покупать больше, скорее всего, не буду. Потому что такой эффект мне не нравится. И вот у мужа на шапке, посмотрите, то же самое. Ну это просто вообще, просто капец какой-то. Я не знаю, мне, конечно, не нравится вот это вот. Потому что труд вроде свой вкладываешь, покупаешь недешевую пряжу, а она потом такие фокусы выдает. И с другой стороны, вот у мужа на шапке, посмотрите. Это пряжа от Сиам Шампань. Здесь 80% мереносовой шерсти, 20% шелка. И вот этот шелк тоже весь закатался. Закатался некрасиво. И тоже полотно выглядит такое прям затасканное и некрасивое. Поэтому вот эту пряжу тоже не рекомендую. Ну и все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите мне, пожалуйста, полезно я была вам или нет. И у меня к вам еще просьба. Напишите мне, пожалуйста, внизу, какие бы видео вы хотели видеть у меня на канале, что вам интересно. Я почитаю, посмотрю, подумаю. Но новые идеи всегда нужны. Может быть, вам что-то интересно, какое-то специфическое направление. Напишите мне, пожалуйста, внизу. Это все. Спасибо, что были со мной столько времени. Я желаю, чтобы у вас всегда было вдохновение и время на наше любимое хобби. Всем счастливо.